В Гродненской области ликвидируют последствия стихии, задействованные работники управления МЧС и руководства областного и районного исполкомов. С целью контроля за ситуацией сформированы мобильные группы, которые обследуют подворья и проводят мониторинг уровня воды. Из-за ночного ливня в двух населенных пунктах района, деревнях Лаша и Бараново, подтопило около 30 частных жилых домов. В некоторых из них уровень воды доходил до 30 сантиметров, а на подворьях до 60. Непогода уничтожила также часть урожая на приусадебных участках. Для устранения последствий оперативно прибыли работники областного управления МЧС, сотрудники ГАИ, газовой службы, скорой медицинской помощи. Уровень воды на данный момент стал значительно ниже. А мы стоим коля забора, вот так вот, она с течением заносит, вот так вот воды вот еще. Поток воды был такой, что мы хотели выйти из дома, держались за забор и мы не могли пройти, потому что нас сносило течением. Сносило течением, на ногах стоять невозможно было. Мы спасали животных, сами спасались. Очень быстро все произошло, просто буквально. Мужу говорю, надо машину, потому что тут стояло, отгонять. Он только пошел отгонять, говорит, все, поднимай с пола. Я только начала поднимать дома с пола, уже слышу, что уже в комнатах все падает просто. Все, стало валиться. Сразу воды дома по колено. У нас здесь была воды по пояс, во дворе просто. Пострадали и дороги на въезде в деревню Бараново. Размыло обочину в результате подъема уровня воды в реке Лошанка. Местами на 4 метра. Возле деревни Кунцевщина поврежден железобетонный автомост. Сильным течением разрушена подробная конструкция и в деревне Коваличи. Жизнеобеспечение населения не нарушено, имеются обездные пути. Ситуацию под контролем руководства Гронинского областного и районного исполкомов. Все меры будут предприняты незамедлительно. Самый такой, можно сказать, узкий момент это разрушение мостового сооружения над рекой Лошанка. Здесь тоже в ближайшее время будут начаты работы по демонтажу и по строительству нового моста. К сожалению, те технологии, которые применялись в советское время, они не позволили пережить этому мостовому сооружению столь серьезную нагрузку в виде повышения уровня воды в реке Лошанка. На ликвидации последствий было задействовано порядка 25 человек личного состава, 11 единиц техники, в том числе МЧС, в том числе и техники предприятий ЖКХ района. Было принято решение о сборе комиссии по чрезвычайным ситуациям при Гродинском районном исполнительном комитете. В эту комиссию были приглашены представители Белгостраха. Все вот эти мероприятия сегодня находятся на контроле. И в ближайшее время данная работа будет продолжена с точки зрения того, что вода еще не вошла в свое русло по тем рекам, которые были переполнены. Также из-за прохождения грозового фронта пострадал населенный пункт в Столинском районе. В деревне Большие Орлы повреждены кровли шести сельхоззданий. Пострадавших нет, ведутся восстановительные работы. Субтитры делал DimaTorzok